Дорогое собрание, Христос воскрес! Молитесь, Христос! Я хотел бы, чтобы мы стоя прослушали хвалебный Псалом 99-й. Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, и овцы паствы Его. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Аминь. Присаживайтесь. Сегодня Господь нам даровал такую прекрасную возможность собраться и размышлять над тем, как проходила жизнь певческая Божьего народа. И в Салмах мы видим призыв хвалить Бога, и пение является проявлением хвалы Господу. Пение есть неотъемлемой частью народа Божьего еще с ветхозаветнего периода. В быту израильский народ пел при рытье колодца. Песнь звучала «Наполняйте колодец, пойте ему». Это отмечено в числах в 21 главе. Особые песни во время жатвы, свадебные пиры сопровождались пением и музыкой, и так далее, и другие мероприятия совершались с музыкой и пением. Нужно отметить, что в древней скинии Моисея служение не сопровождалось пением. Левиты несли службу по охране, содержанию и перенесению скинии. Давид впервые устроил стройное с восклицанием пение. Он назначил череды служения певцов во главе с начальником пения. Это отмечено в 1-й перлипоменон 6-й главе. Управляющим пением, удивитесь, что показывал поющим повышение и понижение голоса, переходы, задержки. То есть уже в то время были регенты, которые управляли хором. Из 38 тысяч левитов Давид выделил 4 тысячи для музыки и пения. Пение, певцы проходили подготовку под руководством искусственных учителей, ведущих из которых был хинания. Это в 1-й перлипоменон, в 15-й главе отмечено. Певцы же, главные в поколениях левитских, свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Это написано в Библии, как полезное напоминание многим, полагающим, что в деле пения можно обойтись без подготовки или сессиматических занятий. Но школы времен Давида готовили певцов, способствовали развитию музыки. И мы часто говорим о Давиде, как о псалмопевце, как о царе, но мы мало говорим о том, что он был стихотворцем и композитором. Вот Давид давал псалмы, сочинял и тексты, и музыку. Первый раз это отмечено в 1-й перлипоменон, в 16-й главе. В этот день Давид в первый раз дал псалом для псалмопения Господу. Словословие Господу через Асафа и братьев его. «Славьте Господа, провозглашайте имя его, возвещайте в народах дела его, пойте ему». Удивительно, что эти напевы записывались простейшим способом. Над текстами делались пометки о движении голоса, об остановках и об украшениях в виде попевок. То есть мы знаем, когда еще из православной церкви мы слышим, там еще остались некоторые напевы, которые распевают «Аллилуйя» и тому подобное. Это вот попевки некоторые вокруг основного пения. Когда Давид стал царем, он организовал большой хор с музыкальными орудиями для сопровождения жертвоприношения. 1-й перлипоменон, в 15-й главе это отмечено. С этого времени пение и музыка составляли важную часть богослужений в храме. Музыка придавала ему торжественный и праздничный характер. В это время певцы и музыканты до этого времени, когда организовался хор, певцы и музыканты, они исполняли свои импровизации. Как Господь. Мы знаем, что Давид, он играл Саулу. Это были тоже импровизации определенные. Храмовое пение возвысилось и расцвело при двух царях. Это при Давиде и Соломоне. И более никогда оно так высоко не возносилось. Во время отступления нечестивых царей Израиля от Господа был упадок. В храмовом служении, в частности, пение. Зачастую оно сводилось до пения пророков. Пророки возвещали, прославляли Господа. И вот пророк Елисей играл на гуслях. Прошу прощения. Великий пророк Елисей. Он совершал свое служение именно с музыкой и пением. И когда гуслись играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Это записано в 4 царств, в 3 главе. Особенно проникновенно звучала песня Иеремии о народе. В плаче Еремии описано «Око мое, око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель». Народ Божий бережливо хранил свои музыкальные традиции и они не были растеряны даже в вавилонском плену. Мы знаем, что пленение было, трудности были, обстоятельства, и они не были растеряны. И это отмечено, что книга Неемия описывает пивческую жизнь Иерусалима после возвращения народа Божьего в свою землю. И написано, что два хора участвовали в освящении стен. Это записано в Неемии 12 главе. И руководил имя Израхия. Освящение второго храма описано Ездрой очень скромно, хотя это было действительно высокое, торжественное событие тогда. И также при закладке основания Дома Божьего. Несмотря на тяжелое время для народа, восстанавливающего духовную жизнь, о левитах проявлялась особая забота. Также это описано в Неемии. Но переходя уже в апостольский век, новозаветнее время, пение в храме в синагогах по-прежнему объединяло иудейский народ. Что и нас сегодня оно объединяет. Но народ был уже поделен географически. Поделен был на секты, партии. Были фарисеи, саддуки, иисеи, иеродиане, книжники. То есть очень много было. Но они пели песни, и это объединяло их. Самый пел не только народ, но и наш спаситель. Он воспевал их вместе со своими учениками. И это отмечено также в Библии. Также апостол Павел силою, находясь в темнице, славили Господа по обыкновению. То есть они пели и раньше. Певческая жизнь была как бы как дыхание для нас среди верующего народа. И апостолы и нас призывают петь и в сегодняшнее время, в новозаветнее время. Написано в Иакова 5 главе «Весел ли кто? Пусть поет псалмы». В наставлении апостола Павла о порядке собраний христиан описано в Коринфянам 1 Коринфянам 14 главе. Перечисляются несколько видов служения. Псалом, поучение, откровение и солкование «Все сие да будет к назиданию». Как видим, пение занимало важное место в служении первых христиан. И центром пения был Христос, что очень важно. Пение не ограничивалось какими-то канонами или постановлениями, но это было пение евангельское. Пение было простым, возвышенным, объединяющее любящие души. Служение Господу голосом в первых христиан считалось великим даром от Господа. Любовь к Спасителю Иисусу Христу была так глубока, что люди, первые христиане, они остерегались малейшего шага и воздерживались от мирского, воздерживались от оскверненного. И пышность, изнеженность римской музыки и пения их не прельщало. Основой пения общих собраний это была музыка Иерусалимского храма, то есть кантиляция слов Священного Писания. И она проходила так, пел ведущий и ему отвечало собрание. Потом пели поочередно две половины. И в Священном Писании отмечено это «Пойте поочередно, славьте Господа, пойте Богу нашему на гуслях». До этого места. Я хотел бы обратить наше внимание на древнехристианский период, на период реформации и времен Первой мировой войны. Информация будет очень краткая, потому что материала очень много. Хочется сказать самое главное. В древнехристианский период богослужения также сопровождались пением. На стенах галерей до настоящего времени сохранились изображения поющих, а также тексты гимнов. Одноголосная музыка гимнов была красива в своей строгости и восторженности одновременно. С каждым годом пение и все богослужение становилось все более пышным, оставаясь одноголосным. Пение украшалось различными распивными вставками. В это время напевы чаще всего передавались по слуху и сохранить их музыкальную чистоту никто не стремился. Мелодии приобретали всевозможные наслоения в зависимости от традиций различных народов. Состав богослужений в церквах тоже оказался различным. И когда церковь разделилась, мы знаем, что на православную и католическую вот в православной была литургия, в католической же месса была. Еще до крещения на Руси в 988 году церковь в Киеве исповедовала христианскую веру и богослужение сопровождалось напевами византийского восьмиголосия, составленного Иоанном Дамасским. Именно под звуки этих напевов было совершено крещение народа в водах Днепра. В православной церкви над составом литургии трудился Василий Великий. Несколько изменил ее Иоанн Златоуст. До конца 17 века песнопение православной обедни, так называлась литургия, исполнялось одноголосно, знаменным распевом. В начале 18 века песнопение литургии «Верую», «Милость мира», «Отче наш» составили Титов, Ведель, Бортнянский. Позже полные литургии составили Глинка, Чайковский, Рахманинов, Архангельский и другие. Упорядочением пения в католической церкви занимался Папа Григорий I с помощью римской певческой школы. Называлась она «Схолоконторум», бывшей тогда высшим академическим законодателем пения. Упорядочение состояло в отборе и переработке богослужебных напевов Рима и местных монастырей в церкви. В X веке в строгий григорианский напев англичане ввели второй голос в терцию, а уже в следующее столетие пели многоголосно в 3 и 4 голоса. Нужно добавить, что англичане впервые ввели в церковное пение орган. Крупный орган 400 труб был установлен унисестерском соборе. В XII веке развивалось пение в виде самостоятельных голосов, которое сложно переплеталось вокруг тенора, которому поручался григорианский напев. В дальнейшем этот ведущий голос передался сопрано и так развивалось дальше. Музыкальные деятели Афонского монастыря в XIV-XV веках внесли византийское пение влияние славянской песенности, особенно через знаменитого славянского певца и композитора Иоанна Кукузеля. В XV-XVI веках зародившееся евангельское пение гусистов, анабаптистов достигло высокого уровня в Германии. Немецкие церкви издавна любили общее пение и не исполняли напевы григорианского хорала священниками или специальными певчими. Немцы пели Аллилуйя, символ веры, всей церковью. Эти традиции способствовали быстрому распространению евангельского пения в годы реформации. В реформационной церкви Лютер оставил мессу и ввел одноголосные общее пение. Был принят порядок, при котором между чтением Евангелия и проповедью исполнялся псалом, музыкальная проповедь, на тему читаемого Слова Божия. Со временем реформация охватила всю Европу. Под этим влиянием находились великие композиторы Бах Гендель и чуть позже Моцарт Шуберт Мендельсон. Пение протестантов произвело большое впечатление на окружающий народ. Католики вынуждены были признать это. Знать псалмы наизусть считалось среди протестантам знака их единства. В 17 веке возникло простое пуританское пение на высокой поэтической основе. Но оно нуждалось в упорядочении по нотам. Это привело во второй половине 17 века к появлению певческих школ. Учитель пения странствовал на лошади верхом с камертоном сборником в кармане и обучал страстно жаждущую молодежь искусству хорового пения. Удивительно, да? баптистско-евангельскому пению предшествовало пение молокан, менонитов, гиргунских братьев, а также католиков и православных. В народе обытовали духовные стихи и псалмы, создавшиеся народными распевщиками. Одной из ветвей протестантского христианства оказался методизм в 18 веке. Методистское образство оказалось настолько поющим, что существовало выражение «методизм родился в песнях». Развитие духовного пения баптистских общин интенсивно происходило на грани 19-го и 20-го веков. До сих пор в наших церквях популярные песнопения, созданные в конце 19-го и 20-х веков и переведенные на русский язык Иваном Степановичем Прохановым, Адамом, Фетлером и другими. Также огромный вклад внесли такие композиторы, как Лельси, он написал чудный чертог, Близ и Шеве. Издание сборника «Гусли» в 1902 году связано с именем Ивана Степановича Проханова. Его распространение вызвало новый подъем евангельского пения. В 1900 году возник хор в Тбилисской церкви. Это была первая община, которая приобрела физгармонию для сопровождения пения хора при богослужении. Руководил им брат Павел Васильевич Павлов. Он же играл на физгармонии. Общины и хоры возникали во всех, во многих городах и селения. Общее пение улучшалось благодаря приобретению общинами физгармонии. Но некоторые церкви разучивали песнопения, вы удивитесь, с помощью губной гармошки. В различных городах проходили съезды и конференции баптистов и евангельских христиан. Каждое такое особое общение было праздником пения, которое собирал лучшие хоры и исполнителей. Мировая война 1914-17 года отразилась на работе хорового служения евангельско-баптистских общин по-разному в различных местностях. Временами действовала уличная миссия с пением, проходившая по улицам города, раздавая евангелие и духовные брошюры. Пение звучало там, где невозможно было проповедовать. До всего места. Сестры, продолжим. И это последняя часть, которую я хотел осветить, начиная с 20-х годов 19-го века. В 20-е годы огромный подъем духовной работы наблюдался по окончании мировой войны. И особо после Октябрьской революции. В эти годы журналы «Баптист», «Христианин», «Баптист Украины» много раз предоставляли свои страницы регентам Везовскому, Захарчуку, Эллину для освещения вопросов организации хоров, хоровой работы, сохранению голоса, опубликованию новых произведений. Развитию общего пения способствовала прекрасная традиция домашнего пения. Многие евангельские истины усваивались детьми и всеми верующими при домашнем пении. Господь помог братьям 20-х годов, в частности, композитор брат Альберт Иванович Кеши сочинил такое произведение, мы его поем «За евангельскую веру», «Не нам, не нам». созданы материалы в 20-х годах нотного сборника создались материалы нотного сборника в 20-х годах 10-ти сборника, но были проблемы несоответствия слов и музыки, и авторитетная комиссия из братьев композиторов Кэша, Казакова, профессора Геффельфингера, Егорова, Кашкина устранила несоответствие музыки и слов песнопений. Восстановление послевоенный период, вот Великая Отечественная война, которая была в 1945-1945-х годах, нанесла урон жизни евангельских церквей, в частности, пению. Восстановлением общин и хоров происходило по мере освобождения территорий. В городе Винница, Украина, были возобновлены собранием с хоровым пением без регента и аккомпанемента. Во многих собраниях пресс-фитер или Совет Церкви назначили руководителя хора, назначали, и как специалистов регентов не было. То есть, это был такой застойный период, проблема была с этим. В это время в общинах хоры представляли из себя группы активных сестер и братьев, желающих петь Господу, у большинства которых желание было выше умения. Я думаю, это знакомо. И вскоре многие посвятили себя освоению трудного регенского дела. Братья и сестры посылали своих детей в музыкальные школы, училища. В иных общинах послевоенное время ознаменовалось большими успехами хорового дела. И в 40-50-х годах регент-композитор Василий Тимофеевич Лесняков добился высокой культуры пения хора Фрунзенской церкви. Брат сочинил несколько песнопений, вошедших в общесоюзный репертуар. Среди них «Пастырь мой Господь Всесильный, Боже, будь милостив к нам» и другие. Позже в 60-70-х годах тем же хором руководили композиторы братья Скирда и Алпёров и вывели этот хор в лучшие хоры баптистских хоров. Сделали с этого хора эти хоры сделали лучшими. Братья известны как солисты вокалисты. Несколько ранее в хоре церкви города Алматы трудился известный регент, некогда окончивший регентские курсы в Ленинграде, брат Александр Дмитрович Тихонов. Целеустремленная работа регента достигла стройного хорового ансамбля. Квалифицированное руководство хорами в общинах городов Фрунзе и Алматы преданность и любовь братьев хоровому делу привели к образованию своеобразного восточного хорового центра братства. В это время многочисленное братство в Украине, обладая обилием замечательных голосов и преданных делу пений оригинтов, очень нуждалось в нотных материалах песнопений. так как сборники издания в Ленинграде издавались в Ленинграде и в Украине были очень большой редкостью. Господь позаботился и воздвиг украинскому братству чрезвычайно трудолюбивого композитора брата Сергея Андреевича Басука. Его песни составили основной репертуар украинских хоров до наших дней. Одни из них это «Готово сердце мое», «Послушаю, что скажет Бог» и многие другие. В регинских кругах нашего братства в 50-х 60-х годах ощущалось направление хоровой деятельности в сторону любительской работы. И братья Борис Мефодьевич Басисты и Григорий Иванович Гаврил Иванович Павленко принимали участие в руководстве пения и посещали многие церкви, оставляя глубокий след в работе певцов и регентов хоров на многие годы. В это время пение в семьях и верующих продолжало развиваться, что очень помогало росту хорового пения в братстве. Но последующее десятилетие оно снизилось, и интерес к домашнему пению упал. И знаете с чем это связано? Это вызвало появление магнитофонов, братья и сестры. В 1973 году и 1980 годах были изданы два тома нотных сборников, ответственными за которые были брат Ткаченко и Гончаренко. Эти издания открыли новые имена композиторов воеводы, скирды, Креймана и далее много замечательного нотного материала храм. Развитие дела пения в 67-е годы привело к появлению в общинах по два хора, а также в различных вокально-инструментальных групп, оркестров. Но были и проблемы во взаимоотношении по линии хористы, реген, пресс-фитер, отношения между хористами и регентами, самодеятельный рост музыкальных единиц, оркестров, ансамблей, не имеющих твердого духовного основания своего служения. Для таких оркестров огромное песенное богатство братства не представляло большой ценности. И многие молодые музыканты искали случайные песни, вокальные напевы, своеобразные, и это соединение происходило духовного и мирского. Чуть позже прозрение музыкантов, обнаруживших свой отход от устоев духовной музыки, совпало с усилием ведущих регентов братства. Началась перестройка оркестров с преобладанием смычков и струнных инструментов. Вопрос подготовки инструментовок до 1980 года не был решен. Многие руководители оркестров полагались на музыкальную интуицию. В 1979 году началось регенское обучение при заочных библейских курсах в СИХБ. Начало ее работы предшествовало созыву президиума в СИХБ. нескольких регенских совещаний и семинаров. Подготовку к началу занятий возглавили член президиума брат Житков, братья Мицкевич, Савченко, Евтухович. С октября 1980 года начал работу двухгодичный семинар руководителей хоров и оркестров, что действует и в наши дни во многих странах. Встречи композиторов и поэтов проходят с начала 1980 года, что очень способствует написанию христианских песнопений. В 90-е годы ознаменовались многими событиями в мире. Распад Советского Союза и выездов многих музыкантов, руководителей, певцов и музыкантов в дальние зарубежья, что значительно ослабило музыкальное хоровое служение в целом. И только к 2000-м годам оно достигло равновесия. Появились музыкальные христианские академии, региональные регенские колледжи, курсы, подросло новое поколение образованных хористов и музыкантов. С 2000-х годов до сегодняшнего времени рост музыкального служения усиливался большими темпами. Появилось много новых молодых композиторов, поэтов, много было позаимствовано произведений от западных композиторов. Хотелось также отметить, что в последние года очень упала духовность и догматичность произведений в связи с уходом в западную культуру, а именно несоответствие музыки и слов, отсутствие духовности передачи произведения, то есть хоры не проживают, что поют. Заимствование мелодий и ритмических рисунков из мирских песен, появление групп прославления, что подрывает хоровую деятельность, об этих и других проблемах было упомянуто вот на последнем съезде объединения. Это вызовы настоящего времени, на которые нам нужно обратить внимание и пусть Господь нас благословит преодолеть все эти трудности. И хотелось бы озвучить вот такой девиз, чтобы мы могли с ним двигаться, «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». 2 Тимофею 1,13. И несколько слов хотел сказать о хоровом служении. На протяжении всей христианской истории хоровое пение оставалось в центре общения церкви и сила духа церкви в служении хора. Аминь. 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 Аминь.